Всем привет, с вами Прия, и сегодня мы поговорим немножечко о полезности ожерелья Сердца Азерот, а именно о том, какие интересные бонусы мы получаем при последующей её прокачке сверх того левела, который раньше считался капом. Собственно, Сердце Азерот — это артефактное ожерелье, которое появилось в Battle for Azeroth, и всем оно давно известно, мы получили его ещё полтора года назад, и упорно раскачиваем его каждый-каждый патч. И в тот момент, когда только стартанул 8.3 ПТР, было объявлено, что 80-й левел будет максимальным, потом через некоторое время за каждый прокачанный левел будет увеличиваться сопротивление порчи. Сделали такой анонс. Потом сказали то, что будет шея прокачиваться бесконечно, но при этом никаких бонусов игрок не будет получать. В общем, накрутили всего очень-очень много, и в итоге что мы имеем? Касательно ожерелье мы имеем то, что на 75-м мы получаем четвёртый слот для эссенции, то есть третий маленький. На 80-м мы прокачиваем, получается, ромбик на стойкость, на повышение выносливости 3%. И далее мы просто качаем своё ожерелье с целью того, чтобы поднимать его итем-левел и с целью того, чтобы на этом ожерелье просто росли статы. Ничего такого сверхважного не имеется выше 80-го ожерелья. В принципе, жаль. Но если заглянуть на будущее, если вы в скором будущем станете мификрейтерами, будете убивать боссов в мифике, то, например, некоторые азеритовые предметы требуют высокий уровень сердца азерот с целью того, чтобы просто-напросто апнуть центральный талант и при этом повысить эффективность абсолютно всех азеритовых талантов и при этом повысить витам-левел этой вещицы, что, в принципе, это неплохо. То есть, например, для шапки нужен 78-й левел, для, по-моему, нагрудника нужен 79-й, ну а для плечей нужен уже 80-й. Да, плечи всегда требовали самый большой левел сердца азерот. Вот. Казалось бы, мы просто-напросто прокачиваем свое ожерелье и получаем с этого только дальнейшие бонусы в прокачке центральных азеритовых талантов на азеритовых вещах. Но нет. Есть еще один бонус, на который просто-напросто не все обращают внимание, и я о нем недавно узнал, но просто не засматривался на это, потому что там рост абсолютно всего того, что мы получаем, очень мал. Речь именно о увеличении эффективности эссенций. То есть, в тот момент, когда вы повышаете уровень своего ожерелья, просто-напросто повышается дэмэдж, повышается процент отката бурста, например, у конкретно эссенции ведения совершенства, повышается также универсальность, которую дает эта эссенция. То есть, например, если навести на нее в текущий момент, то на 81 уровне мэки дается 101 очко универсальности. Например, на 80-м давалась соточка. Если, например, рассмотреть лучик, который все любят использовать с целью того, чтобы ауешить по мопцам, то на 80-м уровне он давал 167 тысяч дэмэджа, на 81-м — 170. Там даже клип небольшой есть в виде вырезки со стрима, где мне немножко подсказали об этом, мои дорогие зрители. Чат, мне люди говорили, знаете, о чем? То, что вот когда ты апаешь тэк, повышается дэмэдж от эссенций. Запомните сейчас, пожалуйста, то, что луч дамагает 167 тысяч. Хорошо? Заниматься ли прокачкой ожерелья выше 80-го левела — вопрос хороший. Много людей играет в эту игру, много мнений есть насчет этого. Кто-то будет упорно делать локалочки каждый день и прокачивать ожерелье с целью того, чтобы получать некий профит от этого. Например, я. Кто-то просто-напросто забьет при получении 80-го ожерелья, ну, потому что у человека есть другие интересные дела в жизни. Как говорится, каждый решит для себя сам. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!